А кто работал в Agile? Отлично. Ну вот три года назад я был примерно в такой же ситуации, как большинство из вас, и не работал, и ничего не слышал. Наверное, вы про Сбербанк знаете очень много с точки зрения того, что мы проводим масштабные трансформации, но сегодня, наверное, я хотел бы вам чуть-чуть больше рассказать про то, а как внутри устроены эти трансформации, как на самом деле это работает, за счет чего это происходит, почему нам удается достигать таких результатов. И в первую очередь надо понимать, что Сбербанк – это такая же компания, как и любой бизнес, любой малый бизнес, любой средний бизнес, задача которого – работать с клиентом, делать так, чтобы клиенту было удобно, чтобы он получал лучший клиентский опыт, чтобы он получал те продукты и сервисы, которые ему нужны и удобны. Сегодня уже об этом говорилось. И, конечно, в современном веке, когда индустрии пересекаются, компании из одной индустрии начинают заниматься сервисами других индустрий, и мы начинаем говорить про экосистему, про не только финансовые сервисы, но уже сегодня Сбербанк предоставляет и в том числе малому бизнесу, и не финансовые услуги. И, по сути, если мы говорим про стратегию, конечно, она строится от клиента. Вопрос, что дальше? Клиент, мы все говорим про клиента, клиент должен быть доволен. Есть такое понятие, цифровая трансформация, digital. Есть digital inside, есть digital outside. Digital outside – это вне компании, когда вы работаете с клиентом через новые цифровые каналы, через сайты и так далее. Digital inside – это большая трансформация внутри компании. Если у вас небольшой бизнес, все равно это касается вас. Если у вас крупный бизнес, это касается вас в первую очередь. И, несмотря на все технологии, на все изобретения, на все процессы, методологии и так далее, в конечном итоге, опять же, как сегодня уже много было сказано, все решают люди, все решает ваша команда. Что такое agile? И вообще, почему мы стали думать про agile? Agile, если кратко переводится с английского, как «гибкий». И в Сбербанке некоторое время назад все было по классике. Если кто-то из вас изучал стратегический менеджмент или проектное управление, вы знаете, что такое проект. Вы знаете, что у проекта есть определенная документация, ставятся определенные цели, задачи, сроки. И в Сбербанке раньше было так же. У нас были достаточно интересные, но сложные процедуры для того, чтобы каждый год запускать новые проекты с большими бюджетами. Они требовали больших согласований, множества подразделений, согласования с заказчиками, собирались различные комитеты. И порой для того, чтобы запустить какой-то проект, уходило от 6 до 9 месяцев. Просто для того, чтобы понять, а что же мы хотим. В современном мире это не вариант. Есть четыре основных принципа agile. Они сформулированы в так называемом agile-манифесте. И по сути они говорят о том, что в первую очередь вы должны ориентироваться на клиента. Что нужно клиенту? Клиенту нужен работающий продукт. Клиенту нужен тот продукт, который он сможет потрогать, посмотреть. Он не хочет ждать 9 месяцев. Ваш конкурент сделал этот продукт за 9 месяцев. Он сделает его и раньше. В agile важно, чтобы были сформированы кросс-функциональные команды. Команды, которые ориентированы на клиента. Может быть, мне достаточно сложно подобрать слова, чтобы все это было релевантно для индивидуальных предпринимателей. Но если вы задумаетесь о том, как будет расти ваш бизнес и как вы будете его развивать, за счет каких принципов вы будете выстраивать свою систему управления, когда у вас даже больше одного, больше двух, больше трех человек, это уже некая система. И вы должны определять, за счет каких принципов вы будете ее выстраивать. Если говорить про Сбербанк, мы agile называем сберджайл, как Сбербанк agile. И опять же, то, что я сейчас скажу, касается любого бизнеса. Будь то малый, крупный, средний бизнес, неважно. Есть люди, которые придумывают, какую ценность вы хотите создать для клиента. Они меняют бизнес-модель вашей компании. Эти люди делают изменения, они делают change. Есть вторые люди. Ну, например, это отделы продаж, которые работают по определенным принципам. Есть процесс, и их задача выполнять определенный процесс. Это две немножко разные вселенные. И в первую очередь, Сбербанк agile ориентирован на улучшение работы команд, которые работают над изменениями, над изменениями бизнес-модели, над созданием новых IT-решений. Для них критически важно создавать продукт быстро, показывать его клиенту, тестировать его, ориентироваться на потребности клиента. Как это работает, чуть-чуть подробнее. Например, я работаю в Трайбе, который называется цифровой корпоративный банк. В нем работает порядка нескольких сотен человек. Это программисты, это руководители, это дизайнеры. Это те люди, которые создают такие решения, как Сбербанк бизнес онлайн для интернет-банка, который создает Сбербанк бизнес онлайн решение для мобильного телефона. Например, у нас есть команда, это всего лишь одна команда, которая создает мобильное приложение Сбербанка для бизнеса, для айфона. И она работает по этим принципам. Пока эти принципы не применялись, команда достаточно долго делала свои релизы. Очень долго работала над продуктом, нужны были различные согласования. На текущий момент команда каждые две недели выпускает какое-то новое обновление. Оно не всегда выкатывается на пользователей, но оно всегда касается и каких-то изменений системы. По сути, главное, что меняется в agile по сравнению с так называемым классическим проектным управлением, на мой взгляд, это роль проектного менеджера. По классике, проектный менеджер это человек, которому дается некий проект, он организует какую-то административную техническую работу и дальше, согласно предыдущему слайду, работает с заказчиком, определяет, что ему нужно, меняет планы и так далее. Мы вводим более самостоятельную роль человека, так называемого владельца продукта, продукт-оунер. Продукт-оунер это человек, который понимает потребности клиента, который следит за отзывами в App Store, когда клиенты пишут, что им нравится, что им не нравится. Он понимает, он напрямую имеет контакт с клиентом. Для этого ему не нужны никакие комитеты, никакие согласования, никакие-то другие рабочие встречи и так далее. Он напрямую работает с продуктом и с клиентом. И это отличается от роли продукт-оунера, от роли проектного менеджера, потому что это более самостоятельная роль, более зрелая роль. Если рассказать чуть-чуть поподробнее, здесь, наверное, я скажу, опять же, ту вещь, которая касается любого бизнеса, будь то малый, средний или крупный бизнес. Любой бизнес — это не только искусство, это еще и дисциплина. И в любом бизнесе есть определенные процессы, по которым он работает. Когда мы говорим, что команда делает все, что она хочет, это не совсем так. Это довольно большой бюджет, это затраты на маркетинг, на развитие и так далее, на платформу. Поэтому в любом случае всегда есть определенные правила. Какая команда бы у вас не была, нужно понять, какие правила должны быть. В нашем случае есть некая унификация. Все команды в Сбербанке, которые работают в Сберджайл, работают по этим принципам. Ежеквартально определяются определенные приоритеты, цели. Что мы хотим сделать, какую ценность мы хотим внести на клиентов в следующем квартале для вас, тех, кто сидит в этой аудитории. Каждый квартал руководство собирается и обсуждает, что для нас самое главное, что для вас самое главное. После чего начинается работа команд. Команды работают в спринтах. У нас всего есть 3 спринта, вернее 6 спринтов на протяжении 3 месяцев. В каждом спринте, по итогам каждого спринта, рождается определенная ценность для клиента. То есть некая дополнительная добавленная стоимость, которая в итоге пойдет на рынок. Кроме этого, каждая команда собирается каждый день утром и обсуждает, какие у них планы, что у них получается, что не получается. То есть есть некие определенные принципы. Наверное, многие из вас используют часть этих принципов в своей работе. Тоже вы планируете цели, планируете ежедневную работу. И тем не менее, я просто хочу сказать о том, что какой бы масштаб бизнеса у вас не был, принципы важны и процесс важен. На текущий момент в Сбирджайл работают более 12 тысяч человек. В основном они находятся в головном офисе, потому что, по сути, Сбербанк устроен так, как и любая крупная компания. Есть головной офис, который формирует некоторые изменения. Есть, допустим, региональная сеть, которая занимается экзекьюшеном, продажами, обслуживанием клиентов по определенным правилам с учетом тех продуктов, которые сделал ход офис. И прежде чем мы вообще начали такую трансформацию, мы посмотрели на мировые примеры. И на самом деле это тоже некий такой универсальный совет для вас. Надо всегда смотреть вокруг, всегда смотреть, какие другие рынки имеют схожий продукт с вами. Может быть, есть какие-то новшества, которые вы можете перенести к себе на свой продукт, вне зависимости от того, в какой индустрии вы работаете. Будь то обучение, будь то создание сайтов или что-то другое. Есть конкуренты, всегда нужно смотреть на рынок. В нашем случае это было особенно критично, потому что компаний, сравнимых со Сбербанком, в мире на самом деле не так много. Тем более это компании, которые проходят такие же масштабные трансформации, как мы. И вначале мы сделали первый шаг. Мы перевели на эту систему всего лишь 600 человек. Это уже было определенной ломкой для организации, потому что это сломало барьеры между различными подразделениями. Мы посадили команды вместе. Они стали работать по новым правилам. Это было очень непривычно для всех нас. Тем не менее, этот эксперимент прошел успешно и уже на текущий момент, по сути, весь корпоративный и розничный бизнес Сбербанка, который создает новые продукты, работает по этим принципам. Буквально вчера было очередное ежеквартальное обсуждение целей по розничному бизнесу. Ждите новые продукты от наших коллег. Наверное, что здесь стоит еще сказать. Эджайл – это про людей, это про команду. И я думаю, что на самом деле вы понимаете это лучше, чем я. Потому что, когда вы работаете в небольшом коллективе, для вас команда еще более важна. Ну, что я человек, который работает в крупной корпорации, могу рассказать вам, который работает в небольших бизнесах, каждый день бок о бок. И вы, конечно же, понимаете, что командность, открытость, когда идея обсуждается командой, когда есть открытая среда, когда есть доверие, это очень важно. Когда вы можете доверять друг другу. И Сбербанк также потребовал от нас, от всех нас в Сбербанке, наших сотрудников определенных новых навыков. Так получается, что у большинства из нас очень сильно развиты так называемые hard skills. Мы довольно неплохо считаем, анализируем. Структурируем. Но, тем не менее, часто у нас возникает необходимость в работе с людьми. И не всегда это получается легко. И не всегда получается легко для самих себя и для этих людей. Поэтому, в первую очередь, Сбербанк с точки зрения культуры оказался для нас проблемой. И мы ее преодолели с точки зрения развития soft skills, так называемых. То есть это эмпатия, это самоорганизация, постоянное совершенствование. Буквально один слайд про то, как это выглядит визуально. Дело в том, что Сбербанк достаточно большая структура. И раньше люди сидели в разных местах, на разных площадках. И для того, чтобы вся эта работа была эффективной, мы посадили их всех вместе в один офис. Где есть места для индивидуальной работы, где есть места для совместной работы. То есть сотруднику очень важно, чтобы он чувствовал себя комфортно в те условия, в которых он работает. Последнее, что я хочу сказать. Есть известная фраза. Мы управляем тем, что мы измеряем. Это особенно критично для крупной компании. Поэтому, когда мы внедрили SberJile, мы также внедрили определенные метрики работы. Это касается и метрик команд. С какой скоростью команда производит продукт. Насколько команда учитывает обратную связь от клиентов. Жалобы, обращения. Насколько команда быстро может понять, что нужно делать. Также это метрики для непосредственно инженеров, которые работают над продуктами. Насколько качественно они пишут код. И метрики для руководства. Какой прогресс. Едже недельно. Раз в две недели. Раз в месяц. И в конечном итоге, раз в квартал, также мы смотрим на наши достижения. Наверное, последнее, что я хочу сказать. Для вас важно и для нас важно использовать правильные технологии управления. Я думаю, что SberJile для нас, SberJile для вас, может быть одним из способов достичь большей эффективности в бизнесе, лучше понимать ваших клиентов и лучше выстраивать ваши процессы. Желаю вам удачи. Спасибо. 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 Спасибо.